Привет, друзья! У нас сегодня помидоры оранжевые и желтые. Это конина, нарезанная она вареная, копченая, что ли. Это сосиски, это говяжие, это бекеровские. И вот этот бекеровский тоже. Вот этот моцарелла-сыр. В общем, этот все. Это бурый рис. Если в прошлый раз был фастфуд, то теперь почти ПП. И здесь просто вода. Делается вот так. Сейчас многие не поймут, что я тут делаю. Делается вот так. Это корейская тема вообще. И кушается вот так. И потом мясо. Очень вкусно. И помидорки. И сурочек. И все кушается в прикуску. Рис вместо хлеба. Вот водой. Даже есть такая байка, что, типа, зачем вы рис? Прежде чем кушать воду, типа, мы его заново моем, да? Типа, до этого не помыть. Сильно чистоплотная, типа. Очень этот. Ну-ка. Выкинешь, мне кажется, над руками есть все равно. Как будто вкуснее. Ну, мы же не из-за еды пришли. Мы же все равно байки психолога там. Я хочу поговорить сегодня о причинах каких-то детских травм. Какие травмы наносят матери. Какие травмы наносят отцы. Какие травмы я пережил на себе. Или не пережил. То есть... Ну, сейчас мы поговорим. Вот... Очень многие говорят, откуда у нас столько нищенских установок, там, или как от них избавиться. Мышление богатого человека, мышление бедного человека. Так вот... Знаете, как-то я видел ситуацию, когда бабушка вела внука в детский садик, и внук что-то просил ее купить. И бабушка сказала, знаете, вот... Вот видели, наверное, детей вот так дергают, когда... За одно плечо дергаешь, и он вот так его крутит, и он поворачивается так к тебе лицом. И вот он вот так повернулся, крутанула она его. И она говорит, запомни, мы никогда богатыми не были и не будем. То есть это уже устойчивая установка в детский мозг, в детственный, на то, что... У ребенка и просто не будет никогда достатка, да? Это не значит, что он будет всю жизнь теперь бедный. Нет. Возможно, он вопреки бабкиным утверждениям закусится и сделает наоборот. Он разбогатеет, да? Но очень часто, очень часто ребенок, или вообще человек, он берет эти установки в эксплуатацию. То есть ему забивается в голову, что денег не будет, и все. То есть из этой установки выпасть можно, выскочить, но это будет дополнительное усилие, да? То есть это не то, чтобы ветер в его паруса. Это конкретно преграда, это коралловый рифт, на который он будет натыкаться каждый раз. И, конечно, это можно какими-то усилиями преодолеть, но для чего создавать преграды там, где их не было, да? То есть для чего ребенку вбивать то, что ему будет потом в будущем мешать, если можно вбить в голову то, что будет его, ну, то, что будет ветром в его паруса. И любой родитель, и бабушка с дедушкой, они хотят, чтобы ребенок жил, и жил хорошо, да? Но вот такими установками непонятными мы сбиваем его, как бы, картину мира, мы ее портим. Или там замечали, что когда ребенок идет к бабушке с дедушкой поживет, там 2-3 месяца, да? Вот летние каникулы, он приезжает, везде свет выключает. Я не говорю, что свет выключать, это, ну, как бы, плохо, но иногда это же, он еще сидит, и он выключает свет, да? То есть 2 лампы нельзя, там, еще что, телевизор, там, и нельзя, кондиционер включать, тоже зачем столько света тратить? То есть это вот такие немножко, как бы, экономия в ущерб собственному комфорту, да? То есть человек ввергает себя в дискомфорт для того, чтобы меньше платить, вместо того, чтобы настроить свой ум, чтобы больше зарабатывать, да? То есть это все равно, что ты вот здесь 3 сосиски, и ты хочешь 3 съесть, а ешь одну только из-за того, что у тебя нет денег, да? А еще бывает, что деньги есть, и ты не можешь себе позволить. Вот это вообще, Алис, да? То есть это очень, ну, это тоже такая устойчивая установка, очень многие люди, имея деньги, не могут их потратить, они как Плюшкин, да? Как у Гоголя, помните, «Мертвые души»? Там Плюшкин был, он все копил, все экономил, и в оконцовке, ну, то есть, такой, то есть людям свойственно, ну, некоторым копить и не тратить, и это очень плохо, на самом деле. Плохо, когда нечего копить, а когда ты есть что копить, ты копишь и живешь так, как будто тебе нечего жрать, да? И это тоже такая деструктивная, очень достаточная установка, потому что мир изобилен, и это нужно, очень важно понять. И ребенку нужно дать понимание того, что мир изобилен, и он может дать ему многое, или больше, чем он может взять даже. Вот. Еще установки бывают семейные, да? Это когда родители часто ругаются, это тогда, когда одного из родителей нету, и ребенок понимает, что семья, ну, как бы, она невозможна, да? Или вот, или то, что папа с мамой ругаются, для него будет, таким, знаете, воспоминанием, это то, что возможно или позволительно, да? То есть, если папа бил маму при ребенке, и для ребенка, для дочери, это будет норма. И для сына будет норма, то есть, сын будет бить свою жену, а дочка будет позволять, чтобы били ее. Опять же говорю, может быть, вопреки того, что они там настрадались, там, там, сын там видел, как мать избивали, ему было очень жалко, да? И он, вопреки этому, никогда не поднимет руку на женщину, возможно, но в 80% случаев, чаще всего, скажем так, это то, что сын повторит поведение отца, а дочка повторит поведение матери. То есть, и поэтому очень важно, чтобы в семье были здоровые отношения, потому что отношения будут у ваших, ну, у детей точно такие же, как у вас. И поэтому если вы не можете найти с партнером общий язык, да, и вы постоянно деретесь, или там что-то происходит, то лучше такую семью, как бы, разорвать, чтобы ее не было и создать с кем-то другим счастливые отношения, чтобы дети видели. То есть, когда ты разводишься, да, ты берешь на себя обязательство, что в следующих отношениях ты будешь счастливым или счастливой. И для того, чтобы ребенок наквидел, для того, чтобы дети видели, что счастливая мама или папа, это бывает. Вот и все. Еще установочки по поводу образования, вот эти вот феодальные, там, или индустриальные, вот они закончи хороший вуз и найди хорошую работу, и тогда, типа, жизнь удастся. Но сегодня в мир, в современном мире это нереально просто, да, то есть закончить хороший вуз и найти хорошую работу, ты просто найдешь хорошую работу, успеха не будет, потому что в сегодняшнем современном мире успех мерится совершенно другими деньгами и критериями, да, то есть человек может открыть свой бизнес, стать там, зарабатывать, это миллион долларов там в месяц, в год, там, я не знаю, там, в день, да, но на зарплату же это, ну, очень мало кто может, ты же не Тим Кук, вот, поэтому таких успешных, как бы, менеджеров, это нужно еще обладать огромным талантом, где ты можешь проявить этот талант. В общем, пути разные бывают, установки разные бывают, кому-то говорят, там, надо работать на себя, тоже такая установка, ну, типа, учиться не надо, ну, главное, вот, встань на базар, там, фигач, ты окажешься на базаре, не будет развития никакого, образование очень важно, но, это не главное, но это очень важно, почему, потому что очень важно, чтобы человек научился учиться, и тогда будут совершенно иные показатели его жизни. Мое мнение, знаете, что многие люди говорят, что много успешных людей, которые не получили образование, типа, Стив Джобс, потом, Билл Гейтс, там, очень часто называют, да, Форда, и Форд сказал такую фразу, что, типа, я не юрист, но у меня, у меня есть деньги, я нанимаю юристов или хороших специалистов, но сам я не знаю, да, но предпринимательский талант, он же совершенно в другом, он для того, чтобы организовать, но образование само по себе дает более широкую картину мира, и потом, когда к образованию прикладывается опыт, это еще расширяет тебя, и поэтому среди людей образованных успеха все равно больше в процентном соотношении, бывают, когда человек необразован достигает успеха, и все за это цепляются, но людей без образования неуспешных намного больше, чем людей образованных, они хотя бы средний успех достигают, поэтому образование очень важно. Очень важно скорость принятия решения, то есть этому надо детей учить, да, очень важно научить ребенка учиться, очень важно научить этот, снизить его градус гордыни, когда он подрастет чуть, потому что эго тоже возрастает, да, и его нужно гасить, если получится, поэтому очень важны развивающие тренинги, где вот этот личностный рост, проработка психоэмоциональных блоков, там вот каких-то установок деструктивных, это очень важно, где он попадает в общество, где все друг друга любят, никто никому не врет, там и так далее, да, то есть где ребенок будет более открыт миру, вот. Образование, какое образование, нужно давать максимально дорогое или лучшее, на которое ты способен, то есть и чем выше ты ребенка подкинешь, тем будет лучше для него, но очень важно, ну как бы не порваться, да, то есть не так, что там курс отучился, потом его забрали, да, а нужно так закинул, и чтобы он закончил ребенок, вот не надо там, если ты сам там школу закончил, и вот школу закончить, ему хватит, ты должен дать как минимум вуз в своей стране, потом ты должен, если ты просто вуз закончил, дай лучший вуз в своей стране, да, если ты закончил лучше в своей стране, дай в другой стране вуз, да, то есть, ну вот, то есть на мировую какую-то выходи уже арену, И обязательное знание языков, хотя бы английского. Вот свой родной, в Казахстане мы живем, казахский язык, изучение обязательно. Русский язык обязательно, потому что самая протяженная граница с Россией. Китайский желательно пока, но вообще скоро будет обязательно, мне кажется, и английский язык. Вот четыре языка, мне кажется, мы как минимум должны знать. Единственное, если ты знаешь казахский, то там где-то на киргизском можешь понимать, но узбекский более-менее где-то может быть, да. Но вот эти четыре языка, они будут основополагающими. Тюркский язык, он же очень сильно распространенный, мне кажется, что казахский язык, ты если выучишь, ты и в Турции спокойно разговариваешь, и в других странах тюркоязычных, то тебе будет легче намного. Но если брать такое, где черпать знания, то это либо русский язык, либо английский. То есть это не то, чтобы... Русский, он ближе нам проще, но все большие знания лежат в английском языке, то есть мировые знания в английском языке. Поэтому язык английский к изучению обязательно, родной язык обязательно, и, ну, в общем, остальное все на свое усмотрение. Но знание языков очень важно. Это вот не все сейчас любят Владимира Ильича Ленина, но он говорил, у него есть такая фраза, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек, да, то есть ты знаешь несколько культур, ты понимаешь разные языки, то есть это тебя как бы множит, да, то есть знание количества языков тебя делает более разнообразным. Что-то мы сегодня про детей ушли, интересно. Хотел про мамаша, ну, раз в детей что-то меня несет. Вот, потом кружки. Очень важно, чтобы ребенок научился каким-то прикладным вещам. Музыка – это обязательно. Какой-то инструмент. Плавать, кататься на коньках, может быть, танцы, вот что-то такое, что ребенок может для мужчин, для мальчиков, там, карате, бокс, борьба, вот какие-то единоборствия, футбол, баскетбол, вот что-то такое. То есть ребенок должен быть развит и физически, и интеллектуально. Вот, что еще? Давайте еще покушаю, а то я что-то болтаю. Музыка. От моцарелы просто не… Тоже рекомендую. Помидорки огонь. Сосисечка. Сосиски от Советского Союза не ел, но бекеровские, вот, короче, не зашли мне прям. Вот, канинка, просто вареная, копченая канина, она стоит, как по цене колбасы этой белорусской. И это точно халал, да? То есть здесь точно свинины нету. И она вкусная, и цена одинаковая. И здесь конкретно, как он, кусок мяса. Я одно время мясо не ел. Где-то года три. И, знаете, на чем он поломался, вот, на коней. Меня позвали в гости, и занесли вот такой табак, этого казы, это бешпармака, я вот казы, короче, не могу я. Вкус забыть не могу. Три года мяса не ел и сорвался. Я там положил казы в рот, разжевал, проглотил, жулил и сделал вот так. Съел сразу, переварил. Я понял, что я все-таки, наверное, мясоед. Мне, конечно, зверушек жалко. Но, блин, не знаю. Я уже не такой наивен, чтобы думать, что им не больно, им не страшно, но, может быть, мой уровень сознания попозже к этому дойдет, я опять перестану. Есть мясные изделия, но пока я... А ты ешь мясо? Напиши в комментариях. Я свинину, если честно, ем. Иногда, очень-очень редко, когда невозможно этого избежать. Когда в Россию в гости еду или когда... Это я был в Украине, в Киеве. И... И там другого мяса просто не было, да? И... Что делать? Пришлось кушать. Мы с детства вообще ели всегда свинину. Потом у меня... в студенческой воде появился друг чечен. И он не ел свинину. Понимаете? Я стал его так порежем, он берет, потому что два часа его отмывал. Задолбал, если честно. Хорошо, я больше не буду свининой. Я родителям сказал, больше мне свинину не отправлять. Потом... Жена казашка, да? Она свинину не ест. И, короче, все. Она стала готовить блюда корейские из говядины и из конины. И, в принципе, нормально. А потом... В какой-то момент я... Я же вообще не отказывался от свинины. Ну, просто из-за них вот не ел. Там года 3-4. Я даже не заметил, что я ее не ем. И когда мы пришли в ресторан, я заказал вот свиной этот антрикот. Я вот так... И я не могу кушать, потому что... Какой-то запах, да? Я потом попросил поменять. Мне другой принесли, и опять запах. А у меня брат сидел на проливе, он ел, ему вкусно. Я говорю, ну-ка, дай-ка твой. Я его взял, и, короче, тот же запах. Я понял, что он не чувствует, а я чувствую почему-то. И вот я перестал есть свинину. Вот. И очень редко, когда в мясе этого запаха нету. Вот сала даже там очень... До курдюка сейчас все скажут. Я пока не дошел. То есть его тоже... Его заморочение делает, надо готовить. Чем свиной сало. Ну, я вообще не ем. Жирное. В козы мне хватает сала. В козы, мне кажется, самый вкусный жир. Конский это. После коронавируса я помню момент, когда я пришел в шашлычную, сказал мне вот из курдюка вот просто пожать. Они две палочки пожали. Я вот хотел именно жир и пиво почему-то, да? Я вот прям после короны вот где-то недели две еще ездил в этот жир ел. Жир и пиво он запивал. Вот именно пиво и жир хотел. У вас так было, нет? Потому что у меня капец, почему-то именно на жир тянуло и пиво. Этот, если жир я еще понимаю, там все вышло, а почему пиво? При этом я не пью много. На Новый год я вас всех поздравлю, конечно, с этим, с ремашечкой чего-нибудь. Но это будет одна. Поэтому у детей установки очень важно их не засорять детей. Очень важно... Сейчас скажу еще, что забивают родители. Учителя забивают, что нужно учиться на отлично. То есть вот этот комплекс отличный, пресловутый, он задолбал всех вот так. Парни хотят быть хорошими, девочки... И всем надо быть хорошими. Нафига? А мы со школы будешь плохо учиться, двойка, будешь что-то этот... Ну нафиг надо. И потом ребенок там... Этот ребенок уже 40 лет, и он все хочет быть хорошим. Перед начальником выслужиться. Еще что-то в этот перфекционизим у него там пить надо, да, потом? Вот. Поэтому важно ребенку позволить быть таким, каким он хочет, как он есть. Не нужно там бегать, что-то там... Заставлять его... Там... Ты должен быть отличником, ты должен быть еще... А еще ты должен там этот... То есть нужно учить, но вот это вот должен-должен, очень важно убрать, да, и нельзя еще ругать. Мне, знаете, какой-то случай был со старшей дочкой. Она очень сильно боится публичных выступлений до сих пор. Публичную речь там... Мы еще ее на танцы дали, она там танцевала, бальные танцы. И первый в жизни конкурс ее, ей было там 6 или 7 лет. И она со слезами на глазах, она боится, да, то есть мы платье отшили красивое, это спортивное. И оказывается, мы его отшили, оно было там на 2 сантиметра длиннее, чем надо, и нас хотели не запустить на конкурс. Мы там, что-то жена там поругалась со всеми этими судьями, нас запустили туда. Потом их вот так толпой выводят, и она мне... Я смотрю, у нее слезы, я говорю, доча, какое бы ты место ни заняла, знаешь, что я тебя все равно люблю. Ты можешь как попалось танцевать, я тебя все равно люблю. Поэтому иди танцуй, вообще не пайся. И она заняла, по-моему, третье место, и чему... Это была ее первая медаль, чему мы несказанно благодарны. Поэтому мы этим же Макаром, там, и младшую дочку, там, что бы ты ни делала, я тебя все равно люблю. То есть у ребенка очень важно, чтобы было понимание, что бы она ни натворила, она может прийти домой, ее все равно будут любить. И вот это ощущение, что тебя все равно любят всяким родители, оно уберет вот этот комплекс отличницы. Поэтому вот так. Не грузите своих детей всякой фигней. Все равно мне Канилка больше нравится. Сосиски. помидорку. В следующий раз что-нибудь, я надеюсь, мы такое приготовим. Более разнообразно, может, еще салаты поставим. Это как жена там готовит. Может, опять поскольку закажем. Вот это в ПП практически. бурый рис у него гликемический индекс очень низкий. Можно есть это как длинные углеводы, да? Они перевариваются очень долго и ощущения сытости надолго хватает. Еще я пью воду. Мой друг Фред подсказал. Он иностранец. Вот. И он сказал, что нужно вот на 2 литра воды щепотку соли, там 1-4 часть чайной ложки соли, пол лайма вот оттуда выдавить и короче чайную ложку или 2 чайные ложки столового уксуса яблочного. И все. Это размешиваешь и пьешь. Оттечность короче уходит. Я насколько понимаю это получается щелочная вода. Она прям крутая такая, да? И ты, у тебя цвет яйца лучше, ты там этот у тебя короче вот всем рекомендую кто там в отеках, кто там у кого там плюс 20 кг там у кого даже плюс 10 короче попробуйте попить. Я в день такой воды пью сейчас 2 литра где-то, да? Во! Круто вообще. Видите, мы про все и про детей и про здоровье. Ничего в детей надо верить. Вообще в любого человека нужно верить. Особенно женщинам, да? В своих мужей. Ну или там в избранника своего. мать должна верить в сына там, отец должен верить в дочь там и так далее. Чем больше людей верят, тем они становятся сильнее, лучше. У них нету вот этого ощущения, что если что-нибудь не сделают не так, их дома не примут. все. Вот так. Что еще про детей рассказать? Отличие в воспитании мальчика и девочки, да? Если про детей уже зашли, как воспитывать, то девочку должен любить папа. Почему? Потому что то, как будет девочку любить папа, это ее самооценка на всю ее жизнь. Это тоже меняется в более зрелом возрасте, но это меняется долго. Это нужна психотерапия, это нужны тренинги, это и так далее. В группе еще динамика должна быть. Вот. А то, какое она будет в социуме, определяет мама. и наоборот получается с мальчиками. Чем сильнее мама любит своего сына, это его самооценка на всю жизнь, и то, как папа проявляется в социуме, точно так же будет проявляться и сын. Ну, это такое вот. Не то, чтобы это неизменно, но так. Вот. Поэтому воспитание детей занятие бессмысленное. Дети будут точно такими же как ты. Поэтому твоя задача быть счастливым или счастливой в жизни и успешным или успешной, тогда твои дети будут точно такие же, как и ты. Это единственный рычаг на то, чтобы сделать человека лучше. А то, что вы там хотите, там и бьете, и кричите, там, вот бесполезно, сам станет лучше, дети будут такими же. Мы же чего-то не воспринимаем в себе и начинаем, короче, выдавливать это из-за ребенка, да? Хотя это наше внутреннее непринятие себя, поэтому мы хотим изменить его вместо того, чтобы измениться самому. Поэтому мы бьем детей. Ну, не мы, а вообще люди бьют детей. Они хотят сделать их лучше, но они лучше не станут, они станут только хуже. И мне в комментарии там пишут, это надо в инстаграме, когда вот такое пишешь, они говорят, вот ничего страшного, меня били, я нормальным человеком вырос. Не представляешь, кем бы ты вырос, если бы тебя не били. Может, тебя по голове не били, ты бы ученым стал. А так ходишь, там нормальный человек. Вот это тоже, мы нормальными выросли. Ты министр, я не знаю, это там, композитор, кто ты, блядь, нормальный человек? Чтобы определять, как нормальный или ненормальный, ты вырос. Скажи, кто? Чего добился? Каких успехов? Когда пизделья помогали в этот, в росте личностном? Радиотерапии можно, может быть, но бить никого нельзя. Насилие, короче, уже даже, оказывается, я вчера узнал, бои собак запретили. А он еще детей, блядь, бьем. Нужно собакам запретить не драться. Есть там кинологи? Привет всем. Вчера узнал, оказывается, хвосты вот этот, уши не режут, бои собачьи отменились, статья есть. А люди до сих пор еще думают, можно детей бить и нельзя. Конечно, блядь, нельзя, если собак нельзя уже бить. Поэтому, друзья, вот так. не надо никого воспитывать, не надо никого бить, будьте сами лучшими. Как Тони Робинс говорит, будь лучшей версией себя. Вот, встань в лучшей версии себя, и дети сделают то же самое. Тогда будет прогресс и эволюция. Поэтому, друзья, сегодня у нас такое меню, ппшное. Не знаю, вам понравилось, не понравилось, но это просто обычная еда без наворотов, фуа-гра, там, салатов всяких, паст и так далее. Я вот думаю, конинку еще съем, и мы, наверное, завершим, но еще чуть-чуть почавкаем, кому нравится. Может, не нравится, мне кто-то пишет, вы так чавкаете, вкусно, а кто-то пишет, вы так чавкаете, беспонтово, мерзко. Не знаю, не угодишься сразу. Кто, кто, кому нужно без чавканья, полторы тысячи видеороликов примерно у меня есть без чавканья, но с матами в основном. Здесь чавкаю, но практически без мата сегодня, да? и в прошлый раз тоже было. Я стараюсь прям. Нельзя быть во всем плохом одновременно в одном ролике. Так что, такие дела. Будьте здоровы, живите богато и ппшную еду. Бурый рис он когда-то к белому не привыкать, он не сильно вкусный. Сейчас я к нему не привык, в принципе, нормально, как перловка. В общем, друзья, всем хорошего настроения. Ставим пальчики вверх, жмем на колокольчик, пишем в комментариях, понравилось, не понравилось. насчет и ты комментарии, насчет текста самого. короче, в общем, пишите, помогите продвижению и поделитесь во всех чатах своих. Плюс 80 очков к карме. Давайте, пока-пока, удачи! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...